Приветствую вас! Это прямой эфир Черноморская радиокомпания в студии Екатерины Некречи. Представлю моего гостя, политолог Александр Полий в нашей студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и начнем мы с такой непростой, наверное, темы, но тем не менее, это тема, которая привлекает наши взгляды, потому что вопрос, ведь очень важный, могут ли провести декоммунизацию, чем сейчас занимается наша Украина, да, могут ли советские люди это сделать. Вот такой красочный пример, это Харьков, общественное слушание, там случились о переименовании улиц, и эти слушания сорвали активисты, люди вышли на сцену этого кинозала Украины, где все происходило, заблокировали работу первого заместителя харьковского городского головы Игоря Терехова, который руководил мероприятием. Как это было, посмотрим, потом обсудим. Это не наперсткий круг. Если вы уже собрали вот это вот все, так давай же делать его по человеку. Это в верме корректно делайте, вы обязаны давать слово. Бай, 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 бай. А вы что, гимнолицейте, да? Вам не положено гимнолицей? Без посереднего, поименно, то просто ганья. Это как Гранящий Союз, так не может быть. И мы не дадим сегодня беспредел. Мата до дому! Мата до дому! Мата до дому! Почему эти люди имеют право командовать? Почему они почитают консты? Мой дядя строил это, он один из... Бальба! 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 Всем абсолютно. Будет предоставлено высказаться и услышать все позиции. И принять рекомендательный характер. А все равно в конце концов все принимают решения НСИСи, городского совета. Поэтому я считаю, что поведение некоторых личностей сегодня недостойно. Но оценку пусть правоохранителя дает. Украинцы до перемоги! Украинцы до перемоги! И завтра в то же время, в которое мы начинали, проведем наше общественное служение. Я думаю, что мы конструктивно поработаем. В связи с тем, что те люди, которые сидели за столом, они потекались. Бои был наказ, я так понимаю. Формуем его, по-перше, в новой комиссии, и в другом момент. Сейчас все те люди, которые присутствуют здесь, они должны просто пересвечить, подтвердить свою особу. Поэтому, пожалуйста, все те, кто вырешу, остаются. Давайте сидим. Вот. И сейчас будем просто принимать лишнее, что и как. Пожалуйста, принимайте руки, мы продолжим голосование. А из-за этого мы сформировали людей, которые разберутся с вопросами спуска. У кого на телефону фонарики включают? Друзить кераем места Харкова, переменуйте. Внимучнять кераем места Харкова. Те люди, которые были до того, в керевнице тут, они просто втекли. Мы должны были обратиться на больничную комиссию, проголосовать. Тереха он не поставил на голосование, навіть, про оголошение перерви. Это просто они разбегли. Разбеглися, так? Но он даже не удостоверился поставить на голосование. Это его инициатива. Все вырешивает голосование. Вот в чем демократия. Мы ничего не голосуем. Аргумент был такой, чтобы... Александр, вот такое, конечно, интересное видео. Очень непросто прошел этот день в Харькове. Но по вашему мнению, будет ли... Что это вообще было? Что случилось? Очевидно, что две стороны. Одни, которые за декоммунизацию, другие выступают против. Но вот эта борьба почему возникла? Вопрос не в том, за или против. Потому что декоммунизация решила... Есть решение парламента на центральном уровне. И местные советы могут изменить названия улиц, всяческих площадей и так далее. Но не изменить их. Они не могут. Если они не изменяют эти названия, не ставят какие-то новые названия, то тогда за это дело берется центральная власть в виде... вас в лице местных облгосадминистрации, райгосадминистрации. Поэтому сейчас мы видели попытку харьковских властей профанировать общественное слушание. То есть они не хотят ставить на голосование те или иные переименования. Потому что, видно, не контролируют полностью это собрание. Поэтому мы получили вот такие очень бурные демократию. Но это нормально. То есть ничего такого страшного не происходит. Если харьковские власти не смогут это сделать, то это сделает общество. Вы же помните с этим Лениным в Харькове? Да, борьба была большая. Да, событие было очень фундаментальное, сказать. И Кернес и все остальные не хотели этого делать. Но это же произошло. Ну, такая фраза звучала в этом сюжете от «Радио Свобода», что почему они решают. Вот, собственно, этот же вопрос может возникнуть у той и другой стороны. Да, вот если так грубо разделить, не черное и белое. Все демократически должно проходить через голосование общественное слушание. Если на эти общественные слушатели получили вот эти желтые жетончики, то, естественно, что они имеют право всех голосовать, кто имеет эти желтые жетончики. Но власть хочет провести эти слушания, провести свои решения, не прислушавшись к действительному мнению тех людей, активистам, те, кто были достаточно активными, чтобы записаться на эти слушания. То есть там же не всех брали, а именно активистов различных, общественных и так далее. Поэтому, ну, что здесь сказать, чем меньше памятников Ленину, чем меньше вот этих всех названий, тем лучше ситуация со здравоохранением, со здоровьем граждан. Тем больше люди живут, кстати говоря. Тем меньше... Это какие-то такие исследования показали? Да, все исследования. Вы наложите карту памятников Ленину, частоты, и карту социальных болезней, начиная от СПИДа и заканчивая, извините, сифилис, и вы получите вот точно карту, где был Ленин. Тут был Вова. Ну вот, Интерфакс Украина передает информацию, да, о чем... Какую получили в пресс-службе Харьковского горсовета, что переименуют в Харькове пять районов города, но вот Дзержинский, Фрунзенский, Октябрьский район название не изменят. В общем-то, эта панимическая комиссия рекомендует переименовать Ленинский район в железнодорожный, от Женикишевский в индустриальный, от Дзержинский, Фрунзенский, Октябрьский назвать так же, изменив их посвящение. Ну вот, собственно, журналисты пишут, что вот такой выход... Как это Дзержинский оставить? В честь кого? В честь какого Дзержинского? Ну вы понимаете, что... Вот вы говорите, закон действует, да? Закон же тоже можно трактовать, на самом деле, по-разному. И можно вот его выполнить в какой-то части, а в другой части... Если у них профанация, то будет облгосадминистрация примет волевое решение, и будут... Они не хотят жить, будут жить в районе, там, имени какого-то повстанца. Ну вот, по вашему мнению, на востоке нашей страны будет ли саботироваться вот этот вот закон? Частично, да. В областном центре, может быть, в райцентрах очень спокойно все проходит, все переименования. То есть, для жителей, которые живут на местах, это абсолютно нормальный процесс, который является естественным, и они понимают, что изменяется эпоха, и что пора уже на свалку. То есть, никакие акции, да, никакие, пусть даже лидеры громад, или мэры, губернаторы, они не могут на это повлиять, закон уже начал работать, и не остановить? Да, закон начал работать, но есть возможность до конца года у местных советов принять решение волевое о переименовании соответствующим. Если они этого не принимают, будет госадминистрация принимать для них. То есть, судя по вашей логике, вот Днепропетровск, например, изменит свое название в любом случае, станет ли там мэр Вилкул или Филатов. Должен, должен изменить, да. Ну, интересно, будем, конечно, следить, да, но вот теперь еще такая новость, вот в Доме профсоюзов. Появилось кафе, да, вот и ресторан, да, сетевой ресторан, о нем все говорят, это Элькафа, причем это сеть российская. Ну вот, значит, группа народных депутатов пикетировала этот ресторан, который расположен на первом этаже Дома профсоюзов, это на Майдане все. Ну и народные депутаты выразили сомнения относительно законности работы этого частного заведения. Уже не только депутаты, уже Киевсовет, точнее, юрист Киевского городского совета, да, профессионально заявила, что здание не нуждается в реконструкции, ресторан пока не работает. Я видела сюжеты коллег, которые, приедя на съемку, вместе с людьми, которые договорились там о встрече или заказывали там столик, не могли попасть, потому что, видимо, просто увидев журналистов, и когда поднялась то шумиха, ресторан закрыли. Ну вот давайте посмотрим, как это все выглядит. Момент, как начался судовый разряд справы, разряд для молодых детей, не проводится. А это что? Светки это взял? А два этажа, которые настроены, это что? Как раз, в Терезии, чудовый, вот. Светки взялся у всех посадок. И зовсім, да. Это информация открытая. На каком основании он там находится? Майнатором? Майнатора там нема. Мы можем зайти туда и спокойно все увидеть, что там не находится, правильно? А как мы можем провозить? Возвращение властей. Чью провозную властину? Просто, 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 просто. Открывайте нам тогда. Вызывайте, кто-то полицию может вызвать прямо сейчас? Вызывайте полицию на решение законов. Давай, вызывай полицию. На каком основании, у твоих дальних химических проспорт находится частая ресторанка? Раз. Раз. Кто на разрешение на открытие здесь, в здании, которое не реконструировано? Два. И третья. Кто получает выгоды от этой ситуации? Кто на разрешение? Кто на разрешение? Вы говорите, где судовая апелляция? И что до чего? Что до надбудовы? Само надбудовы. Все. Вы обязаны, чтобы вы их не знали? Да. Потому что решение суду не вступило в законную силу. Была подана апелляция. Там четыре сторони. И, соответственно, была подана одной из сторон. Апелляция. И поэтому в установленном законном порядке не было законной силы. Они не работают, потому что они получают соответствующие установленные законы. Они чекают, по-перше, решения суду по всему помещению, которое будет происходить. По-друге, они получают дозволы на рекламу. Я так и понимаю, им нужна декларация на закончение строительства и на функционирование заклада громадского харчевания. Мы же законно причинаем у людей, которые финансируют террористов. Серьезно? А как вы вычислили это? Потому что это российский бизнес. А чого вы не захищаете? А как вы решили, что это российский? Где это написано, кроме ваших слов? Международная бережа российской власти. С точки зрения морали, я считаю, что на этом месте вообще не должно быть никаких развивательных закладов. В том числе и караохи. Потому что это для нас, я считаю, вообще таке, знаете, сакральное место. Это Майдан, потому что тут умирали наши побратимы. С точки зрения правовой, профспілки не мают ни одного договора на план реконструкции. И тем более, что строительство находится в аварийном стане. А когда помещение находится в аварийном стане, не можно передавать какую-то часть в аренду. Вот поэтому и мы пришли сюда, потому что эти факти нам представили активисты, люди, которые занимаются этой проблемой. Мы пришли выяснить ситуацию. Они, вот, цинічный метод закрыли двери, кажут, что они не работают, что там ничего не ведутся. Но там в середине люди, вышли представители в профспілок и несут какую-то несценитность, что какие-то решения суду при том, что не посылаются ни на один документ, ничего. Ну вот такие события произошли сегодня в центре Киева, в нашей студии политолог Александр Поли. Александр, вот когда вы узнали о том, что в этом здании, в Доме профсоюзов, открыли ресторан, караоке, какая была ваша первая реакция? Ну, конечно, оно неуместно там совершенно. Это место не для этого. То есть это значит, что просто люди, кроме денег, ничего не понимают. Не понимают уместности. Потому что главный признак цивилизованности – это уместность. Где-то уместно одно, где-то уместно другое. Вот здесь совершенно неуместно. Кстати, этот дом профсоюзов там не уместен. Мне кажется, лучше всего там было бы построить собор красивый в стиле Киевской Руси. Потому что там, возле Лятских ворот, в свое время он и стоял. И нет, еще человечество не придумало лучше памятника людям, чем церковь. Поэтому я считаю, что там нужно очень красиво, наши архитекторы должны поработать, снести позорище, которое называется Дом профсоюзов. Его там отреконструировали, но вообще сносить там не жалко. Это чудо советской архитектуры 70-х годов. То есть совершенно никакого не имеет смысла. Вы говорите про неуместность, но на самом деле пройти несколько метров чуть-чуть дальше… Я там проходил, даже не видел ничего. Другая сеть. Ну, там есть это все на Крещатике. По-моему, там сейчас даже сняли вывеску. Не в здании Дома профсоюзов, но в соседнем. Вот только что показали вывеску. Я там проходил, я ее не видел. По-моему, мы ее сняли. Сегодня уже, да. Но я не уверен. Да, уже сняли вывеску, передают коллеги. Но, собственно, тут же вопрос еще в чем, да. Непонятно, кто выдал разрешение, зачем выдавали. И важно обратить внимание, что на эту акцию вышли народные депутаты, которые, ну, стоит отметить, которые как раз вот… Уличные, что ли, народные депутаты назвать. Которые на все вот эти массовые акции, протесты, конфликтные ситуации, они выходят обязательно. Это для пиара или потому что они так чувствуют, я не знаю, да. Но, во всяком случае, эти лица там есть. Там был и Борислав Береза, который во второй тур с мэром Киева Виталием Кличко выходит. Здесь есть вот такой вот аспект какого-то пиара, предвыборной кампании? Насколько мне известно, Кличко тоже это все осудил. Кличко это имел… Мы сейчас о нем поговорим. Мне тут интересует, на самом деле, вторая сторона, да. Деньги зарабатывают. Вторая сторона зарабатывает деньги просто там, где могут. Это люди гребут. И кроме вот этого загребущего, загребательного инстинкта вообще ничего нет. Нет понимания уместности. То есть вот есть там соответствующий человек, который вверху. Ему кто-то принес денежку под такие условия аренды. И он на это с удовольствием, потому что ничего не надо делать в центре, только гребедень. Понятно. Есть бизнес, который готов на этом зарабатывать. Что с народными депутатами? Это вообще никак не похоже ни на какую акцию. То есть вот эти вот обвинения, что надписи «Вы нас», «Зрадолы» и тому подобное. Ну, это нормальная реакция. Я считаю, что депутаты нормально отреагировали. Очень плохо, если бы никто на это не отреагировал. И отреагировали, закроют, я надеюсь. Но, честно говоря, лучше, чем какая-то архитектурная такая жемчужина здесь, в стиле вот именно, как было возле ляцких ворот в времен Киевской Руси. Ничего здесь лучше не придумаешь. Здесь, понимаете, есть сверху Живтневый палац, Живтневый дворец, есть Майдан, есть с той стороны Михайловский собор, Андреевская церковь. И это было бы очень красивое завершение, ну, может, не завершение, а дополнение вот этого всего туристического маршрута. То есть мне кажется, что там нужно очень серьезно поработать, а не оставлять эти уродливые советские сооружения. Ну, вот о реакции киевского городского головы Виталия Кличко, да, вот как он прокомментировал эту ситуацию, цитата. «Поскольку помещение не относится к коммунальной собственности столицы, а принадлежит профсоюзам, соответственно, никаких разрешений город не давал. Я считаю, что эти люди должны быть привлечены к ответственности, потому что лепить надстройки и распродавать по кускам символические помещения, прикрывая, что там идет ремонт и реконструкция, недопустимо». Вот этот ответ мэра вы как оцениваете? Ну, абсолютно согласен. То есть, ну, подумайте еще, как это для самого Кличко. То есть он был уже среди этой троицы, которая была на Майдане. Мы это уже забыли, но он был там один из ключевых людей. Ходил на переговоры с Януковичем, был там, кстати, как ни странно, по сравнению с Яценюком таким. И Тикнабоком выглядел выгоднее в этой ситуации. Нет, он был твердче. На переговорах все были согнуты немножко Янукович, а он не был. Но, тем не менее, Виталию досталось огнетушителям как-то, да, ну, в том смысле, что на него это все... Другим больше досталось. Это да. Но вот все-таки может ли быть настолько, такой позиция, тем более, человека, который эти все дни был также на Майдане и не досыпал явно, да, и за это все болел. Киевская мэрия ведь находится буквально там в нескольких метрах фактически, да, от дома профсоюзов. И вот это вот равнодушие или это не наше здание, мы за него не отвечаем, пусть там будет хоть дискотека, хоть караоке. Неужели нельзя было как-то увидеть это раньше, чем это увидела общественность и воспрепятствовать, разобраться в этой ситуации, а не просто говорить, что это сори, это не моя зона ответственности? Нет, он не говорит, что это сори, он говорит, что там построили пристройку и используют, незаконно построили пристройку и пользуются тем, что идут суды и используют эту пристройку. Но он же ничего не сделал для того, чтобы этого не было, могло быть политическое заявление. До тех пор, до тех, ну, наверное, я думаю, что просто не увидел. Или просто, ну, как бы люди ходят, там вывесок полно, кстати говоря, но это ближе всего было. Но, насколько мне известно, по-моему, я не видел ее, честно, по-моему, уже снесли. Да, это интересно, потому что тоже работаешь в центре и как-то не успеваешь обращать на это внимание. Ну, вот мы с вами еще успеем обсудить еще одну тему, стали ли мы ближе к Европе, а Европа ближе к нам, это вопрос этих двух недель о безвизовом режиме. Ну, вот каждую пятницу в парламент, да, когда во время сессии приходят представители кабинета министров, министры, собственно, да, и они выслушивают вопрос от депутатов, дают какие-то свои отчеты. Вот 13 ноября сегодня с трибуны выступал министр иностранных дел Павел Климкин, который говорил о выполнении рекомендаций ЕС со стороны Украины. Как вы все, безусловно, знаете, 8 травня Европейской комиссией было опубликовано пятую доповедь про выполнение Украины, плану действия для либерализации безвизового режима. Эта доповедь містит 54 рекомендации за результатами работы экспертных миссий ЕС, позитивно оцениваем прогрессу в таких сферах, как безопасность документов, управление кордонами, миграция и притулок, борьба с отбиванием денег и финансированием терроризма, и защищение персональных данных. На сегодня, и я маю на увазе станом на 12 листопада, с 54 рекомендаций Европейской комиссии полностью, я подкреслю, самым полностью выполнено 18 рекомендаций. Устаннее выполнение находится 36, и у нас, и это важный момент, нет не выполненных рекомендаций, все находятся в процессе выполнения. Ну и попередно мы запланировали на 24 листопада заседание старших посадовых осіб с безвизового диалога, где мы обговорим наш прогресс с метою подготовки доповедей, яка мае бути прилюднена 15 грудня. Это будет шестая доповедь, и все мы очень надеемся, что она будет позитивной и позволит нам начать процесс практической подготовки до отримания безвизового режима. Ну, по вашему мнению, стали мы ближе с Европой и в ближайшем будущем осветили нам безвизовый режим? Стали, однозначно. Принятие этих законопроектов – важный шаг. Европа видит, что мы их принимаем в напряженных внутренних дискуссиях, и эти внутренние дискуссии, которые вроде бы вредные, но в действительности они европейцам показывают, что вот на какие мы потери идем, на какие, так сказать, дискуссии в середине дестабилизирующие ради Европы, то есть чтобы они тоже ценили этот момент. Поэтому я думаю, что, скорее всего, в второй половине 2016 или 2017 году мы получим безвизовый режим, и более того, он будет ограничен, скорее всего, временными рамками, то есть три месяца, но я считаю, что три или даже не кое-кто говорил, один месяц всего-навсего, но я считаю, что три месяца вполне хватит для украинцев, для того, чтобы поехать туда чему-то научиться, для тех, кто хочет на каких-то курсах или какому-то бизнесу, бизнесменам приехать спокойно, в том числе мелким и средним бизнесменам, потому что крупные бизнесмены уже давно освоили тот рынок. То есть этого будет вполне достаточно для того, чтобы мы себя прекрасно чувствовали в Европе как туристы и как, собственно говоря, те люди, которые, как писал Тарас Шевченко, и своего насураяся и чужого научаясь. Ну, это, знаете, тоже такие пока что фантазии. Это ваш прогноз, что в 2016-2017 год это случится. Фантазии это было лет, года два назад, а сейчас это тоже. Да, это ближе, да, в этом смысле согласна. Но все-таки, вот вы говорите, что там представители Евросоюза довольны тем, что это случилось. Ну, в общем, да, глобально, что вот, но как это произошло? Ведь мы в очередной раз увидели, как депутатов через колено просто вот так. Ну, вы вспомните, как это происходило, потому что поправки в трудовой кодекс антидискриминационные, это же не получалось, не получалось, не получалось, давайте поговорим, пришли, получилось, и только на вторую неделю. Прекрасно, это политический процесс. Это нормально. Это политический процесс. Да, политический процесс называется. Почему тогда, учитывая, там же звучали среди депутатов фразы, что нет, наверное, ни одного депутата, который был бы против того, чтобы у нас с Евросоюзом, значит, восторжествовал безвизовый режим, но тем не менее что-то не нравится? Почему все-таки нет консенсуса в этом вопросе? Потому что они, во-первых, есть какая-то часть, которая это тупо саботирует, то есть оппозиционный блок, он подыгрывает Россию и хочет сорвать это. Подождите, есть коалиции, большинство они могут своими голосами всё утвердить? Да, что касается большинства коалиции, там тоже есть разные люди, но многие просто боятся, когда к ним подойдут люди и спросят, как он голосовал за гомосексуалистов и так далее, и так далее. Вот, то есть они имиджевые потери считают и думают, ну, пускай кто-то другой проголосует. Они же сами на этом играют, на самом деле. Ну, вот тут же никаких, там же этот список, если читать закон, там ничего страшного абсолютно не происходит. Там никакой легализации, даже не наименьшая легализация гомосексуалистов. И там речь идёт о дискриминации, да, чтобы не было дискриминации не только в отношении каких-то сексуальных ориентаций, но там много очень важных вопросов. Ну, скажите, у нас, вы знаете, какие-то ситуации... То есть, получается, политики разогревают, подогревают это всё сами, потом, значит, из-за того, что общество уже к этому, как им кажется, относится негативно, не хотят за это голосовать, понимая, что это может приблизить страну к Европейскому Союзу. Значит, ещё одна большая проблема, что у самих депутатов нет никаких проблем с путешествием. Они все имеют прекрасные визы, они все имеют... Вообще мало проблем. Да, они все имеют дипломатические паспорта. Поэтому ситуация такова, что они, может быть, не чувствуют спиной этой ситуации, которая находится в украинском обществе. И поэтому я считаю, что вот Климкин выступал, ему нужно было ещё в самом начале сказать, что, уважаемые депутаты, у вас у всех есть дипломатические паспорта, ещё есть обычные заграничные паспорта. Если вы не будете голосовать за эти поправки, те, кто не проголосует, мы им аннулируем эти паспорта. Я уверен, что у нас было бы очень дружное голосование. Ещё больше через колено сломить, да, вот таким образом. Ну, знаете, последний вопрос, потому что звучали аргументы, в том числе от Свободовца Ильенко, да, о том, что вот вы сначала сделаете уровень жизни, как же на такие зарплаты, на такие пенсии вообще украинцы смогут позволить себе поехать в Европу путешествовать, давайте вы с тарифами разбираетесь, со всеми этими проблемами, а потом уже будем думать о безвизовом режиме. Прекрасно могут путешествовать. В Венгрию поехать 100 долларов стоит. Или в Польшу, в Краков доехать ещё меньше, чтобы у наших граждан нет 100 долларов. То есть это не проблема, действительно, это не нужно какую-то очерёдность вот в таком смысле соблюдать, нужно действовать вот в рамках сотрудничества с Европой. Конечно, чем быстрее, тем лучше. Потому что очень много вещей есть в Европе. Мы были изолированы, мы не понимаем, как это делается. Но я видел на собственных глазах в моём родном городе, когда те люди, которые приезжали из заработка, из Португалии, из Испании, у них потом цветнички вот так перед окнами были. И потом те, кто вокруг, делали такие же цветнички себе. Понимаете? На них смотрели. Нам некоторые вещи нужно смотреть, потому что у нас было 300 лет отрыва от Европы. Где-то они пошли, и мы этому научимся очень быстро. Мы сделаем свой вклад, наш вклад будет очень важный, они чему-то у нас будут учиться в том числе, и даже сейчас начинают учиться чему-то. Но в то же время для того, чтобы быть более конкурентоспособным, нам нужно это общение. И общение не только поехал адвокат Ахметова или какой-то менеджер Ахметова о металлах договариваться. Нам нужно, чтобы огромное количество мелкого бизнеса студентов и пенсионеров в том числе, могли поехать и посмотреть, как люди живут. Это очень полезно. Спасибо, вам с этим сложно не согласиться. На самом деле, редактор посоветовал такой очень вопрос задать, почему не слушали министров, в частности Дим Чишина, народные депутаты, но это, по-моему, происходит каждую пятницу, когда к ним представители... Они очень не воспитаны. У них огромное эго у политиков во всем мире, а у нас украинцы, мы вообще, если честно, эгоистичны, очень часто многие, не все, но есть такой грешок. И у депутатов это у всех в мире, политиков, это развито. А у наших депутатов, когда немножко культуры не хватает, это развито чрезвычайно. Поэтому мы видим такой балаган, когда министр выступает. Это же ваш министр. Мы должны его слушать. Да, и вы же задаете вопрос. Спасибо вам большое. Александр Поли, политолог в нашей студии, обсудили самые актуальные события, но мы продолжим это делать в этом эфире, поэтому не переключайте, оставайтесь с нами.